Вот на что вы тратите свое время? На сон, на телевизор, на интернет и развлечения. А сколько вам нужно времени, чтобы привести себя в порядок и выйти на улицу? Кому-то 15 минут, кому-то час, а кто-то проводит за этим делом весь день. Мне кажется, это круто. Если вы такой человек, то программа «Косметический ремонт» именно для вас. Привет, Пот, как поживаешь? Привет, неотразимая. Скучаю. Я сейчас тебя развеселю. Правда? Новый анекдот? В каком-то смысле... Что, у нас в гостях опять ряженые? Угадал. Полюбуйся. Острый коготок. Наверное, это плохо, но почему-то я люблю все ненатуральное. Ресницы, ногти, пудра, тушь, тени, разнообразные блестки. Суперфрик. Многие считают, что занимаюсь адвокатской практикой, хоть и не пришлось щитим анти-адвокат. На самом деле, я всего-навсего зову его порой. Товарищ адвокат! Адвокат! Анти-барби. Прохожие очень часто гидают у меня косые взгляды, но я стараюсь не обращать на это внимание, так как всем не угодишься, я не хочу этим заниматься. Ах, как я хочу отправить их на необитаемый остров на месяц-другой, чтобы они забыли, что такое цивилизация, косметика, парики, клубы. Нет, Пот, это уже тирания, все хотят веселиться. Но, Саша, это же издевательство над естеством, насмешка над природой. Пот, пожалуйста, не драматизируй, потому что насмешкой являются они сами, и, если честно, мне их немного жаль. Но уж я-то их не пожалею. С кого начнем? Наша первая героиня постоянно думает о своих искусственных гелевых ногтях. Ну, иногда немножко о мальчиках. Всем привет, меня зовут Катя. Мне 22 года, я хореограф. Наверное, это плохо, но почему-то я люблю все ненатуральное. Ресницы, ногти, пудра, тушь, тени, разнообразные блестки. Самое интересное, что, когда я делаю стрелки, если я их с утра подвела плохо, день пойдет плохо. По-моему, сегодня будет день хороший. С Катей я знакома давно. Мы весело проводим время, отдыхаем вместе, тусуемся в клубах. Но есть одно но. В ее внешности слишком много всего пестрого. Она одевает короткие юбки, яркие сережки, банданы. Я, наконец-таки, рада, что она обратилась к коду. Надеюсь, он ей поможет. Привет, Катя. Привет, Саша. Божественная нимфа. Слушай, ну что... Ой, подожди, какие у тебя ногти. Дайте я посмотрю. Не мешает? Нет, вообще, без ногтей вообще не могу. А почему у тебя-то ничего нет? Девушка. Как-то заестественное больше. Да, почему так? Мне кажется, тебе так хорошо было. И можно глазки чушить подвести. Глазки. Еще что? Губки поярче. Губки. Платьица поярче. И прям вперед. И каблучки. Да, каблучки. Да, да, да. Мне очень нравится, что ты уверена так в себе. И будет интересно переубедить для тебя Пот в этом. Ну, я надеюсь, что он меня переубедит. Ему придется постараться сильно. Удачи. Загрузка данных. Имя Катя. Возраст 22 года. Проблема? Копки. Привет, я Пот. Твой электронный гид по стилю. А ты кто? Привет, я Катя. Расскажи мне о себе, Катя. Посмотри, какие у меня ногти красивые. Держи их подальше от моего объектива. Ты его поцарапаешь. Не-не-не, посмотри, какие малышки. Они очень красивые. Как они могут поцарапать кого-то? Ты слишком много внимания уделяешь своим ногтям. Ты разговариваешь с ними? Да, я люблю с ними разговаривать очень. Может быть, вызвать скорую? Мне не нужно скорую. А мне кажется, ты не в себе. Предлагаю обратиться к общественному мнению. Я задал людям на улице вопрос. Вы бы хотели эту девушку снять, послать или жениться на ней? Как ты думаешь, что они ответили? Конечно, жениться. А вот их ответы. Я бы ее послал. Я бы ее послал. Послал бы. То есть я послал бы. Такая стрёмная ужас-телка, я бы послал бы. Ну-ну. Молодец. Не обижайся на них, Катя. Ну, я думаю, все эти люди, как бы, мне абсолютно на их мнение все равно. Во всем виноват твой образ. Ты хочешь обрести естественную красоту? Не, ну, конечно, да. Я за этим сюда и пришла. Катя, тебе придется снять с себя косметику и расстаться с искусственными ногтями. Ой. Ну, в принципе, я готова. Предлагаю перейти ко второму этапу моей программы. Глубокое очищение. Суперфрик. Многие считали, что занимаюсь адвокатской практикой, поэтому не пришлось шить манти-адвокат. На самом деле, я всего-навсего зову его порой. Товарищ адвокат. Адвокат! Антибарби. Прохожие очень часто гидают на меня косые взгляды. Но я стараюсь не обращать на это внимание, так как всем не угодишься. Я не хочу этим заниматься. Запускаю программу преображения. Катя, тебе нравится? Ну, не знаю, как-то слишком строго. Очень длинная юбка. Возможно, общественное мнение рассеет твои сомнения. Давай. В прошлый раз 76% предпочло послать тебя. Давай узнаем, что они скажут теперь. Давай. Женился. Красивая. Приятно, приятно. Ну, отлично. Я бы на ней женился вообще, наверное. Да я вообще смотрю, я уже идеальна почти. Если ты хочешь быть идеальной, тебе нужно всего лишь соблюдать мои рекомендации. Да. Естественный макияж, распущенные волосы и отсутствие накладных ногтей делают тебя женственной. Строгая юбка в сочетании с блузкой пастельного цвета создает элегантный и утонченный стиль. Ты так считаешь? Уверен. Ну, я думаю, я с тобой вполне соглашусь. Под очень доволен своей работой. А ты, Катя? Да, очень. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Надеюсь, ты больше не будешь разговаривать со своими ногтями? Думаю, нет. Под прощается с тобой, Катя. Вот так. Боже мой, какая ты красивая. Ну да, вот так вот. Повернись, да. Круто? Наконец-то Катя выглядит как настоящая девушка. Она олегантно, красива. И на нее теперь смотрят прохожие и оборачиваются и следят как на красивую девушку. Спасибо, пот, что преобразил мою Катю. Эта девушка не любит гламур. Она красит волосы крещащие цвета, а на ее лице периодически появляются разные рисунки, которым, по-моему, не место. Всем привет! Меня зовут Мэгги, мне 21 год, и я не формалка. Я одеваю на себя все сразу. Пусть другим покажется то, что я выгляжу нелепо, но мне кажется, что я выгляжу круто. Прохожие очень часто гидают на меня косые взгляды, но я стараюсь не обращать на это внимание, так как всем не угодишь, да я не хочу этим заниматься. Я очень люблю всякие побрякушечки, ошейнички, ожерелья. А еще я очень люблю браслеты. А накладные ресницы я, считай, не снимаю, они всегда на ней. Теперь я готова тусить! Я лучшая подруга Мэгги, и она очень веселый, открытый человек. Она всегда ярко одевалась, но мне кажется, что в 21 год это чересчур. Привет, Рита! Привет! Марго, я не знаю, как тебе больше нравится? Меня по-разному называют. Марго, Рита, Мэгги. Я постоянно разная, всегда могу нарисовать, что-то на лице люблю, ресницы, что-нибудь такое. Яркое. Зачем ты вот рисуешь на лице? Ну, так и надо. Мне 21 год, я такая молодая, сейчас как раз время вот этого показывать. На самом деле, ты очень симпатичная, и я уверена, что ПОД покажет тебе твою естественную красоту. Отправляйся к ПОДу. Загрузка данных. Имя Маргарита. Возраст 21 год. Проблема не формат. Привет, я ПОД. Твой электронный гид по стилю. А ты кто? А я Маргарита. Ты попала в стиральную машину с цветным бельем? Нет, ПОД, это я сама сделала. Твои старания были напрасны, красоты они тебе не прибавили. Зато я скрыла недостатки. Какие недостатки? У меня полноватые щеки. И ты считаешь, что рисунки на лице и меховые глаза – это красиво? Мне нравится. Давай обратимся к общественности и узнаем, что о твоей внешности думают люди. Давай. Я спросил у молодых людей на улице, что бы вы подарили этой девушке – букет, бриллиант или бутерброд? Как ты думаешь, что они ответили? Букет, наверное. Я подарил у девушки бутерброд, потому что бутерброд. И что, похоже на голодную? Бутерброд. Ну, не симпатичная она, лицо стрёмное. Но бутербродом же, конечно, пороже. Ты все еще считаешь свой стиль привлекательным? Не особо. Я считаю, что просто обязан показать всем твою естественную красоту. Давай, мне интересно. Прежде чем естественная красота настигнет тебя, нужно расчистить ей дорогу. Запускаю стадию «Глубокое очищение». Аккуратней с ресницами. Тебе легче моргать? Да, намного. У тебя чудесные глаза, Маргарита. Спасибо, кот. Итак, запускаю свою программу преображения. Вау. У меня такой естественный цвет волос. И я такая ненакрашена. Тебе нравится? Да, мне нравится. Мне тоже очень нравится. Многие считали, что занимаюсь адвокатской практикой, поэтому не пришлось шить. Монти-адвокат. На самом деле, я всего-навсего зову его порой. Товарищ адвокат. Адвокат! Я доволен своей работой. Мне странно, конечно, но... Ты очаровательна, Маргарита. Давай узнаем, что на этот раз скажут люди на улице. В прошлый раз все подарили тебе бутерброды. Что они захотят подарить тебе на этот раз? Этой девушке точно будет букет. Этой девушке я бы пренепременно подарил бы букет цветов. Конечно, бриллиантов не осталось, но, безусловно, подарил бы бриллиант. Здорово. На самом деле, я бы от бутерброда не отказалась. О, здорово. Угощайся, Маргарита. А пока ты ешь, я дам тебе кое-какие рекомендации по стилю. Сохраняй свой естественный цвет волос, натуральный цвет лица и здоровый румянец. И помни, фальшивки не украсят тебя, а только сделают тебя смешной. Я тебе благодарна, очень-очень. Прощай, Маргарита. Классная такая. Блин, какие волосы, ну чего как. Да, мне безумно странно. Вообще, как я могу так выглядеть. Платье такое у тебя хорошее. Да, оно очень классное. И макияж, ну вот, наконец-то, не этот боевой раскрас. Рита очень здорово выглядит. Мне понравился ее образ. Спасибо поду. Для того, чтобы постоянно быть в центре внимания, этот парень готов перевоплощаться в кого угодно. Он меняет свои маски, как перчатки, и никак не может остановиться. Я очень хочу на это посмотреть. Привет, меня зовут Гоген, я артист, у меня очень много образов. Адвокат! 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 Адвокат. У меня очень много образов. Многие считали, что занимаюсь адвокатской практикой, поэтому мне пришлось шить мантию адвоката. На самом деле, я всего-навсего зову его порой. Товарищ адвокат! Адвокат! Вот этот костюм. Вот, Лампас. И давно его не одевал, уже сто миллионов лет вообще. Какие-то такие шапочки с бриллиантиками, какие-нибудь гламурные вечеринки. Можно одеть ее и выглядеть там. Гламурно. Гэ, это Гоген, соответственно. Одни из самых используемых в моих сапог, это вот эти золотые сапожки. Вот, потому что у меня достаточно много костюмов с использованием золота. Конечно же, традиционная консервативная публика не способна воспринимать неординарный, дельчайший образ Гогена. Я очень надеюсь, что кот подберет Гогену запасной образ. Даже если люди реагируют на меня на улицах очень странно и как-то негативно, это даже мне еще больше нравится, потому как черный пиар, он намного действеннее и сильнее, чем любой белый. И мне льстит, что я вызываю эмоции и не безразличие на окружающих. Добрый день, Гоген. Привет, Саша. Даже прям привет как-то не получается. Я знаю, что ты мастер переуплощения. Действительно, это так, потому что я человек, который не обладает большим количеством талантов, ну так, чуть-чуть поюсь, чуть-чуть танцую, и поэтому я изначально взял для себя такую, знаете, как планку, что мне нужно постоянно удивлять зрителя, в том числе своими образами. А скажи, знаешь, я здесь такое мнение, надел маску, да, и все можно. Надел, да, маску, там тебе все можно, но это идет бессознательно. А вот без маски что нельзя? Вы знаете, без маски меня даже никто не знает, поэтому это там, это... То есть не узнают? Вообще, то есть я настолько теряюсь серой массой, настолько я становлюсь каким-то, знаете, таким комком комплексов, бедным, зашуганным мальчиком таким, который сидит и смотрит еще на мир с какими-то такими распахнутыми глазами одиннадцатиклассника, но когда появляется линза там что-то, все, я распускаюсь, я раскрываюсь, и я... Кстати, у пода тоже есть линза. Да? Да. Ну здорово, может быть, мы охнемся мы с ним линзами? Не, я думаю, что он тебе поможет. Отправляйся к нему. Давай. Загрузка данных. Имя Гоген. Возраст 23 года. Проблема? Потеря личности. Привет, я преобразующий облик дроид. Сокращен вот под. А ты кто? Меня зовут Гоген. Тот самый художник? Нет, я просто Гоген. У тебя ресницы оторваны и глаз красный. Тебя били? Так все задумано, ты ничего не понимаешь. Это такой образ. Здесь линза, здесь ресничка. На тебе столько грима. Ты, видимо, артист. Видимо, да. Жанр комедийный? Ну, когда как. Ты бы сделал головокружительную карьеру в цирке. Я, по-моему, не похож на клоуна, чтобы выступать в цирке. И я не похож на сросшихся близнецов. Ты вырядился как клоун. Ты очень консервативный взглядов. Я считаю, что я очень модно выгляжу и необычно накрашен. А как окружающие относятся к твоему внешнему виду? Как? Они фотографируются со мной. Мне приятно, что меня замечают. Всячески как-то боготворят даже отчасти. Чтобы это проверить, я предлагаю прислушаться к голосу общественности. Я задал людям на улице вопрос. Что бы вы сделали, если бы встретили этого парня? Познакомились, скрылись или влюбились? Как ты думаешь, что они ответили? Я думаю, они бы влюбились. Такого парня я бы убежала. Ну а мерзавка, она сама кого хочешь напугает? Такой мальчик, я бы скрылась. Овца драная, да от тебя твой муж скрылся давно, сто лет назад. Я бы убежала. Бла-бла-бла-бла-бла. Я не хочу это слушать. Ты разозлился, Гоген? Я разозлился, пот, потому что ты спрашивала у таких людей. Ты бы еще спросил у ветеранок каких-нибудь. Знаешь, в доме престарелых провел бы интервью. Что плохого в ветеранах? Нет, плохого ничего. Просто это люди консервативных взглядов. Или просто, знаете, очень завистливы. Когда мне говорят, ты так плохо выглядишь, я хочу им сказать, посмотрите на себя. Гоген, я считаю, что ты не принадлежишь сам себе. Твои образы поглотили твою личность. Я предлагаю тебе вернуться к своей естественной красоте. Если ты просишь, я даже позабавлю тебя и сделаю то, что делаю каждый вечер. Смываю макияж. Запускаю стадию глубокое очищение. Я похож на Марию Васильевну, вышедшую из ванны. Так что, линзу снять ты хочешь? Линзу, ресницы и всю косметику. Ты меня не испугаешься без этого всего? Меня сложно испугать. Брюки превращаются... Ой, б***ь. Будь осторожен. Ой. Откройте мне веки. Без косметики ты очень симпатичный юноша, Гоген. Ой, да ладно тебе. Выбери, пожалуйста, стиль. Джейк Гилленхолк, Вилл Янг, Кэнни Уэст, Брэд Питт. Джейк Гиннен Колк. Отличный выбор. Запускаю программу преображения. Ааа! У меня отсутствуют все половые признаки. Сиськи можно было бы и побольше сделать. Ммм, неплохо, неплохо. Интересно, кто сядет своей попочкой на меня. Эй, ты что сделал, компьютер поганый? Блин, мог бы цвет горшка поярче даже выбрать. Верни меня обратно. Внимание, ошибка, сбой программы, перезагрузка. Вау. Гоген, тебе нравится твой новый образ? Я даже не знаю, что сказать, я... Вроде это неплохо. Ну, ты молодец, вот, мне кажется, что это достойно, имеет место быть. Спасибо, Гоген. Предлагаю снова обратиться к общественности. Что они думают о твоей внешности теперь? Давай. В прошлый раз большинство отрошенных решили от тебя скрыться. А вот, что они говорят сейчас. Симпатичный молодой человек, я бы с ним познакомилась. Ну, может быть, я с ним бы познакомилась. Вероятно, я в него бы влюбилась. Я тоже в нее влюбилась, очень милая девушка. Хочешь знать, как я добился такого эффекта? Хочу. Вот мои рекомендации. Не прячь свои глаза под фальшивыми линзами и накладными ресницами. В повседневной жизни тебе стоит отказаться от макияжа и грима. И не забывать, что одежда может быть удобной. Я думаю, что теперь, после этого перевоплощения, я чаще буду одеваться как человек, а не как черный монстр. Я немножко, конечно, шокирован, пока не привык, но я думаю, что у меня будет время подумать и принять или не принять подобный стиль одежды. Молодец, Гоген. Под гордиться тобой. Надеюсь, ты сохранишь этот образ. Спасибо. Прощай, Гоген. Валерия, Валерия, привет. Гоген. О, слушай, потрясающе, как мне нравится. Узнала хоть? Вернись, вернись. Не узнала, наверное. Узнала, узнала. Ну вот как ты и хотел, консервативный вид такой, знаешь, такой строгий, я бы даже сказал. Спасибо большое вашему шоу. Гоген стал очень потрясающе выглядеть, очень сексуально. Мне очень нравится, я очень довольна результатом. Есть вещи, которые должна знать каждая девушка. Например, то, что нужно смывать косметику перед сном. Но есть кое-что, о чем знают только профессионалы. И я поделюсь с вами их секретом. Чтобы тональный крем ложился ровнее и был менее заметен на лице, его можно смешать с обыкновенным увлажняющим кремом для лица. При том, что пропорция должна быть 6 к 4. Вот как-то так. Я иногда мою волосы черным хлебом. Это лучше любого шампуня. Если ночью лечь спать с накрашенными глазами, то утром можно достичь эффекта смолки айса. Это сейчас очень модно. Я всегда ношу с собой только помаду, потому что в случае чего ей можно всегда подкрасить и губы, и веки, и использовать вместо румян. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Привет, привет! Привет, Саша! Прямо хочется тебя трогать-трогать. Ну, потрогай! Привет! Слушай, ты прям моложе гораздо выглядишь. Ну что, рассказывай, какие эмоции какие? Ну, вообще, эмоции уже немножко, конечно, всплыли, но вообще, конечно, тогда я, ну, несколько дней я сам находился в таком небольшом шоке, потому что, ну, очень кардинальные изменения. Ну, поскольку, поскольку, вот, дал мне понять, что вообще одеваться-то нужно как-то, знаешь, поудобнее, чтобы было. И вообще сейчас я предпочитаю... Я же смотрю так на спортивную. Да, предпочитаю такой стиль одежды, чтобы было в нем комфортно, удобно. Вот это все ощущение, как будто ты, вот, знаешь, одеваешь что-нибудь спортивное, там, свободное. Ты как будто голый, паришь по улице, там, и приятные ощущения, то есть, как отдыхает тело. Не то, что было, когда я каждый день там в каких-то вот этих очень сложных нарядах одевался. С удовольствием, и, Саша, послел бы еще с тобой, поточил бы лясы, но у меня концерт, я опаздываю. Все, целые плечи, до скорой встречи. Ну что, Пот, я тебя поздравляю. Трое наших персонажей обрели естественную красоту. Все равно, им далеко до совершенства. Ну, что ты хочешь, мы же люди, мы постоянно ошибаемся, в этом вся прелесть. Не вижу ничего прелестного в фальшивках, которые они так и норовят на себя нацепить. Знаешь, когда ты ворчишь, мне хочется тебя пожалеть. Не надо меня жалеть, я бесчувственная машина. А ты, в силу своих заблуждений, приписываешь мне какие-то там чувства. Вздор. Слушай, ты на меня уже, по-моему, ругаешься. Знаешь что, по-моему, тебе нужно отдохнуть. А я пока поищу новых героев, которым необходим косметический ремонт.